О поисках, поисковых работах воздушной группировки Волоченко Владимир Иванович Сегодня 22 октября 2019 года, согласно планам таблицы, Воздушном поиске было получено 4 воздушных судна, антрейс аэродрома Екатеринбург-Отцово, МИ-2 и 2 вертолета АЭС-350 с площадкой силы По метеорологическим условиям, полет выполняло одно воздушное судно, общий налет составил 3 часа 20 минут, а следующий 8-20 минут У меня все Спасибо О поисковых работах наземной группировки Роман Владимирович Общая численность в пеших группировках Группировки по поиску составляют 203 человека на данный момент, 56 дневных техники Пешая группировка 116 человек, 12 дневных техники На данный момент поиски ведутся по 4 направлениям Первое это севернее поселка Черный Яр, 5 групп, 4 службы спасения, у него поселок 39 человек Второе направление южное от поселка Веселовка, там ОМОН или субжитики милиции, полиции Третье направление поселки Башеневка и поселки Какованский Печи, там у нас группа 61 отряд И четвертое направление это севернее поселка Каменка, две группы в количестве 12 человек Сначала поисковой операции обследовано 3084,5 квадратных километра Спасибо Спасибо О поисковых работах сотрудниками УВД Игорь Владимирович Значит, в период с 19 по 22 октября В предыдущем поисковых предприятиях 18 территориальных органов МВД РСИ Муниципального образования Сборской области Организованная работа от 37 оперативных поисковых групп В которых задействовано было 135 сотрудников полиции Также 30 единиц техники В том числе задействовано 15 сотрудников ОМОН В МВД РСИ Серовский 40 сотрудников, 12 единиц техники Также ближе к бежащих отделах полиции Это Игельский, трое сотрудников Севербуральский, двое, на Валявинский четверо В итоге получилась организованная работа в 18 населенных пунктах В результате проверено 198 домовладений Окрошено 369 граждан Организованная стоимость от 2 квадратных метров лесных насилов С сотрудниками ОМОН Организованная лесные насилы Организованная лесная Семеном отрубления от поселка Веселовка От севера от дороги Карткинск В районе реки Какуй Квадратный, 9-й, 10-й, 4-й, 5-й, 6-й, 115-й, 116-й, 122-й В общем, исследовано ОМОНом 14,7 квадратных метров С сотрудниками ночеводного отряда Обследованы также тоже район Объединенные квадраты 7, 8, 120, 113, 114, 129, 128, 130, 131 Также угол Уголь квадратов 127, 112 Объединенные квадратные отряды Обследованы 15,5 квадратных метров К сожалению, в настоящее время Как же поиски государств не дали Доклады кончен Спасибо за северный управленческий округ Никита Юрьевич Сегодня информация о пенецепрете Звучит следующим образом За четверо суток, с 17 по 22 Участвовало 54 человека в поисках Без учета сил полиции и профессиональных спасателей 10-ти министехники Площадь района поиска стояла 42 километра В прошлом году было 123 человека Спасибо Сиротское лесничество Но у нас данных новых нет Работники лесничества Значит, по-прежнему продолжают работать По поводу лецитет Но уже в тех квадратах Которые ранее были обследованы Так и у новых квадратных миру В данном году Спасибо Михаил Сергеевич Отличной новостей нету Однако На предыдущем штабе Была озвучена информация О Голос-Пайском музее Поступившая от Глинских Из Глинских я созванивался Никакой подобной информации Она сообщала Спасибо Линейный отдел Станислав Александрович Не поступал на новую информацию Уженщиков Уженщиков Служенщиков Многосачьи Спасибо Спасибо У прессы Вопросы Умеются Извините, вот по Катулуну Информация какая-то звучала Хотели поработать по Катулуну по самому Ничего Не получалось Нет Это было В прошлый понедельник Но так По Катулуну там Осторожно Илья Витальевич предлагал Осторожно По Катулуну По мальчику По видеозаписи По видеозаписи И с людьми Блин, я сейчас не готов Насчет это рассказать Мне про Катулуну вообще Не говорили Ну Говорили, конечно У прессы Вопросы Есть? Я на прошлом совещании Жертвовал Спасибо Тогда Не, я не именно пламя Вопросы Вообще Задаю вопрос Стал